Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре лифтбэк Шкода Октавия. На видео автомобиль в комплектации Ambition Plus с бензиновым мотором объемом 1,4 литра турбо, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля серебристый металлик. Диски литые 16-дюймовые, с шинами размерностью 205 на 60. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темно-серых тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сидение оснащено механической регулировкой по высоте. Водительское сидение оснащено механической регулировкой поясничного подпора. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни и ближний свет. Кнопка включения передних противотуманных фар. Кнопка включения заднего противотуманного фонаря. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами рефлекторного типа. Передние противотуманные фары светодиодные. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 158 мм. Задние фонари светодиодные с динамическими указателями поворотов. Задняя противотуманка расположена в блоке левого фонаря. Возвращаемся в автомобиль. Кнопка управления центральным замком. В этом положении джойстика активируется система электроскладывания боковых зеркал. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. В этом положении джойстика включается электрообогрев боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На панель приборов можно вывести информацию маршрутного компьютера, данные мультимедийной системы или телефона. Продолжение следует... Предусмотрено несколько вариантов оформления панели приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 8 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. На дисплей мультимедийки можно вывести данные о текущем состоянии автомобиля, информацию о давлении в шинах, информацию бортового компьютера и настройки автомобиля. Управление климат-контролем осуществляется с помощью графики на дисплее. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки «Авто». Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопки выбора направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «С» отвечает за включение кондиционера. Кнопка «Включение» электрообогрева лобового стекла. Кнопка «Включение» электрообогрева заднего стекла. Кнопки «Подогрева» передних сидений. Подогрев трехрежимный. Отключение системы старт-стоп. Отключение антипробуксовочной системы. Сброс системы мониторинга давления в шинах. На дисплей мультимедийки можно вывести пиктограмму парктроников и изображение с камеры заднего вида. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположен очечник. На потолке расположена кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Крышка подлокотника регулируется по вылету и углу наклона. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. Перед рычагом коробки передач расположены два USB-разъема. Бардачок с подсветкой отделан ворсом. Бардачок с охлаждением. Слева от руля предусмотрен небольшой бардачок. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, восьмиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. Управление осуществляется с помощью тумблера. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен полкой. Заднее сидение без центрального подлокотника. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы системы вентиляции. Снизу находятся два USB-разъема. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 578 литров. Слева в багажнике находится розетка на 12 вольт. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. В оснащении багажника предусмотрены крючки и жгуты для крепления грузов. Под полом в багажнике расположено запасное колесо с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сиденья необходимо нажать на кнопку. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сиденья образуется ступенька. При сложенных сиденьях объем багажника составляет 1533 литра. Крышка багажника оснащена электроприводом. Сиденья второго ряда складываются. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 45 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный бензиновый, четырехцилиндровый, объемом 1,4 литра с отдачей 150 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели лифтбэк Skoda Octavia в комплектации Ambition Plus с бензиновым мотором объемом 1,4 литра турбо, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DRUM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр «Автоспеццентр Химки». Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина, и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DRUM. До скорых встреч! Продолжение следует...